ну вот мы на пластиковой помойке я вот тут нашел в печальку сумочку гаша а у тебя там случаем варежек не найдет варежки печальки есть страшное дело страшное дело сейчас василий павлович для вас для вас все что угодно пожалуйста пожалуйста ну ну давай исчису борис ты тут уже попал полдня копаешься этой помойки ну все значит будем с одной сейчас мы каша а блин ну потому что бамберу гроза ничего себе больше бампер на субару это расходной материал вы как субарист должны это знать василий павлович ну ладно у меня их два ничего страшного я еще хочу у меня заднего нету комплекта вот на восьмерку есть пол запчасти а на субару нет василий павлович тучи сгущаются может быть мы уже как бы блин поедем отсюда что мы тут забыли на пластиковой помойке ты хочешь отправиться по россии прокатиться я да в такую погоду отличная погода ты же любишь такую погоду нет василий павлович не то чтобы я люблю такую погоду вот я тебе честно хочу сказать но есть некоторые вещи которые мне есть благодарю вас благодарю вас да сумочка а сумочка сумму да если сюда допустим прилепить тыку то можно собирать монетки то есть ты сейчас предлагаешь взять и на печальке отправиться по россии собирать монетки не но как же подожди подержать подготовиться там запчасти 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 которые типа будут сыпаться в дороге ну да там термос там взять согласен да согласен надо же быть готовыми согласен полностью хотя ты знаешь у меня есть одна идея как мы можем проехать всю россию на печальке и она даже не сломается все ты сам предложил давай вот эти штуки спортивные поставим давай их поставим типа будет больше прижимать и будет меньше лучше чисто я не могу ехать на ощупь на ощупь да тем более мы едем по всей россии большие колеса ну чего гашан сколько можно закрытыми глазами все-все-все василий мы вышли из метро а вот теперь ты можешь открыть свои глаза мы в москве как тебе все телебашни все санкинская кремль гашан что здесь кого-то ждут находимся чуть ли не блин сам классно да вот и сегодняшний день сейчас мы можем обойти всю россию буквально за час я помню когда я ездил в москву вот останкинская башня выглядела просто сверху летный вот на поезде едешь записали знаешь википедия хочет пополнить твою коллекцию давай или наоборот давай или ты пополнишь на коллекцию почему останкинская телебашня называется останкин наверное потому что там останкина ну что это означает если мне память не изменяет по моему это просто поселок нет василий палыч там было кладбище это очень символично потому что все вот эти телевизионщики теперь находится на месте кладбище и вот там где возле останкина сейчас находится пруд ну такой пруд там есть пруд такой возле этого здания она кстати такой под разрушены немножко вот там вот где-то там раньше было кладбище короче вот поэтому так вот все еще посмотрим ну конечно я не приехали смотрю мне память не это где-то 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 должны быть здесь подводные лодки и морская морская тема а подводную палочку обязательно один для тебя подводные лодка я тебе обещаю от здесь тебе вечер супер я даже не знаю откуда начнем путешествие поем в международный аэропорт да пойдем на самолёточки международный аэропорт он смотри аэрбаз ганза причем вся эта история смотри павлач работает он там ездит аэрбаз грузовичок заправщик слушай свою эндра и для мальчиков тем которым больше пяти и еще нет 60 я думаю даже что больше 60 хорчин машины всякие разница ну да смотри здесь митинг это субботник какой митинг василий павлович включая окей он не что роют и скопают главный штаб все четко причем это это по ходу дела школа это либо школа либо либо садик не на вообще ребята которые это сделали просто красавцы согласись допустим картина разбирающего дом потом дом строя краны ты посмотри какая красота реально идет жизнь что-то копают роли автобусы он смотри о все у них тут вообще шабаш наливай шабаш наливательный и здесь смотри здесь миме мясник вот что-то рубит прям рубит сурово при сурово тут строители офигенно нормальные такие питерские будни кстати очень похожи вот еще кстати они питерские будни эвакуатор да нечего оставлять машины прямо сейчас сейчас примут офигенно смотри василий павлович василий павлович василий павлович 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 он алой просо питер вообще круто и кстати смотри павлович здание бирже здесь как всегда собираются любители автомобилей да 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 корчевно сегодня здесь сборка бриолетов офигенно и если бмв здесь и конечно же есть и и обрати внимание редкие случаи когда все это происходит под патантажем и бдд вон мишки гайерская машина стоит да 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 не круто-круто вот сюда автобус автобус шеф тормози тормози шеф вообще крутя офигенно достойно смотри о калининградская область ну и чё тут смотри вокзал такой очень красивый гешан гешан а как ты думаешь где у нас подводные лодки стоят посилипалыч нам потерпи я тебе уверяю где-нибудь в мурманске обязательно здесь будут подводные лодки ну ты как строитель подводные лодки о по здесь опять шабаш да здесь шабаш да бить регата регата с сотовых сетей да ну парусники по крайней мере классные офигеть красота Палыч смотри вообще вот так вот вау просто тут красотища это называется сейчас путешествие с комфортом по России я тебе хочу сказать что мы даже сейчас очень даже никуда грубо говоря не уезжаем никуда не уезжаем вот такая красота пройдем посмотрим смотри вообще план Палыч вообще вау и это только одна из рекреаций мы еще даже не начали гашин 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 смотреть сейчас эвакуатор поехал обольном а тут что блинчики продают блинчики с начинкой с рисом начинкой красота представляешь сколько люди заморочились заморочили что-то ночь офигенно просто божественно арктик смотри это вообще то есть ты понимаешь не Георгий Александрович ты понимаешь что арктик 3 это российская разработка это здоровый дирижабль потерпите мы скоро с вами дойдем до подводных водок потерпите ну или на вершине дирижабли да да еще прикольно ну ну как тебе а ты не хотела я а ты говорил бампер на субару бампер на субару надо интеркали развиваться помимо что пожар офигеть что три вода полилась ничего себе не сколько люди потратили времени собственно такую штуку интересно пожарную машину приедет смотри пожарная машина еле ващагу да и вон еще одна опа Смотри, третья фигачка, и вот еще одна. Интересно, как они друг с тобой сейчас тушить будут. Друзьяк, да? Еще даже посмотри. С поворотниками даже смотри. Даже не все самаристы ездят с поворотниками, понимаешь? А здесь просто ничего не знаю. Нет, красота, да? Гошан. Что? Ты рассмотри. О, ну все, началось, началось. Ну, подожди, подожди. Я хочу видеть радость перед тем, как я это покажу. Ты посмотри, какая красота. Подводная лодка. Сбылась мечта Василия Павловича. Там даже в разрезе есть. О, смотри. Палубы, перегородки. Ну-ка, расскажи-ка мне об устройстве подводной лодки. Извини, я не могу тебе это сделать. Что, типа секретную информацию? Ну, конечно. Смотри, смотри то, что есть, и додумывай сам. Ну, мне помог бы рассказать Василия Павловича. Ну, извини, я не могу. Ну, поэтому, ты даже за границу не выпускаешь. Смотри, смотри, перегородочки, тут электро-счетовые. Там, блин, вообще супер. Он реально крутый. Это самое, хранение, хвойки. Блин, вообще супер. А вот еще, кстати, раз и два. Дружба. Дружба ездит, да. Ну, это же Россия, наверное, никуда. Да, санчики. Танки, кстати, да. Все же, наверное, на кресле и полузная лодка. Это вертолет К-2, если мне память есть. Да, ага. Дружок, кстати, он, смотри, сюда приехал. Интересно, будет раздружаться или нет? Как ты думаешь? Не знаю. Вот. А, видишь, здесь реклама. Я понял. Поезд едет, смотри, опять. Опять ночь. Вечер. Вечер-ночь. В странах зажигается свет. Там, смотри, зажигается, как по очереди. Красиво. Ходим, пойдем, смотри. Что? Палыч, что? Нифига. Что-то вроде бы тянуло. Да, по ходу, дело похоже на Байконур, да. В ночи. Смотри, вот здесь очень красиво такая подсветка. Класс. Слушай, Гошан, давай заправим. С подводными лодками разберись сначала. Да я уже посмотрел там вообще. Надо еще посмотреть. Все с подводными лодками. Смотри, смотри, перспектива офигенная. Реально красиво. Там гараж. Из ворота туда машина заезжает, уезжает. Вот, это же этот самый. Виталик едет. Реально. Виталик, привет. Погнал по России. Смотри, ночь пришла, жизнь не останавливается. Даже красивее становится. Мешочек с мукой. Просто главный в полете. Угу. Вообще, смотри, главный в полете. Да, реально круто. А не, дай себе, зацени картинку. Смотри. Ну, что, картинка. Ну? Трактор тача кони. А, класс, вот я дурак, да. И не заметил, блин. Все, просто реальная тигель. А вот у нас виталик разгружается, как раз таки ман. Кстати, да. Блин, так не видно. Темно, да, сейчас, не видно. Но, эта красота не уменьшает. О, смотри, здесь ипподром. Вот, ипподром, да. Не имеет красоту. Причем, интересно. Кто он сегодня не может выиграть? Как это сделать ставки? Не, я не азартный человек. Но вот те люди на трибуну болеют вообще не хило. Кстати, вот и утро. Доброе утро, Георгий. Доброе утро, Василий Павлович. Доброе утро. Так, ну что у нас тут дальше? Вокзал. Вокзал. Утренний вокзал. Экспозиция называется «Центральный регион». Не, ну человек, смотри. Железная дорога, конечно, реально. Он, кстати, поезд идет тоже, пассажирский. Сейчас будет прибывать. О, тут они фанатики собрались. Смотри, смотри, зажигает сейчас. Ага. Причем вот такая движуха только в Центральном регионе. Смотри, еще Нива. Еще Нивы, да. И красненькая Нива есть. А это что за корч такой? А, это 21-я Волга. Поршек стоит. Паровоз едет. Красота. Вот. Я тебе, Георгий Александрович, скажу, что... Хорошая надпись на складе. Склад. Не курить абсолютно, наверное, друзья. Никогда не начинаете курить, а если вы курите, то его бросаете. По поводу склада. Значит, за складом такой приходит, говорит, у тебя же, говорит, ни единой дырки на складе нет. Куда пропали вещи? Начальник, это были летучие мыши, они все остырили. У вас всегда на подводных лодках такие анекдоты? В качестве нет? Нет? Ладно. Смотри, смотри, паровозики. Это андеграунд, это подземная часть. Кавказская горная обсерватория. Кавказская горная обсерватория. Запомни, Википедия. Я лично не знал. Зерно. Жми. Килорама. О, смотри. О, смотри. Заработка. Чуваки лопатами машут? Да. Ахилки убирают, молодцы. Убирали, да, да. Взяли, рассыпали. Эти грузи. Не густо. Ну, все, он прикольно. Смотри, смотри. Виталика, братец. Байкал-сервис. С терминалом. Подождите, вы через него. Если мы, самое главное, не заметили, что, смотри, ледушка на курьих ножках стоит. О, кстати, да. Ну, кто-то забацал, наверное. Дома, бани, беседки, строительство, поставка. Вот, смотри. Устроим материал. Печаль. Печаль. Не печалька. Почему, кстати, на Макете нет печальки у тебя? Я думаю, что мы идем. Хотите деревья купить? Ждите сейчас. Прикольно. Получит просто офигенно. Смотри, трактор. Ну, что у нас там? Где? А, нефтеперегонный завод. Да, 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 да. Нефтеперегонный завод. И вот, смотри, нефтепровод. Огня опасно. Прямо идет. О, смотри, Павлович, вертолет включал. Офигенно, да? Деревья рубят, вертолеты летают. Прям гармония какая-то в жизни происходит. Ну, правда круто. Вот, смотри, смотри, это же Симонис. Что это такое за машинка? Где вот это? Да, да, да. Это газон старый. О, чёрт. Обалдеть. Вот это реально круто. И самое главное. Корабль такой. Смотри, блин, не увеличить, но там дядька тащит кусок металла, который отрезала. И написано на нём Ашан. Не-не, там Ашан написано. Ашан. А, не-не-не. Женя. У него на корабле написано, смотри. Женя, Юля. Здесь Женя, Юля. А, Саша и Маша. А, Саша и Маша, да. Смотри, БМВ. Синенькая БМВ. Синенькая БМВ. Синенькая БМВ, причём она возле Шавермы. Реально, всё как полагается. Поезд приехал. Вау, потрясающая история. А там чё такое светит? Смотри, светит. Пойдём, подсматриваем. Ребят, вы обязательно должны посетить это место. Не пожалеете ни на секунду. Если вам реально от 3 лет до 60. Это газоперерабатывающий завод. Нужно идти сюда. Газоперерабатывающий завод ночью. Как раз для моего BMW, да? Да, да, да. Обалдеть. Кнопки нету? Нет. Хочешь рвануть газбаллон? Да. Очень красиво. Реально очень красиво. И причем, знаешь, вот так вот можно снимать и... Как настоящие все. Зима, зима. Офигеть, зима. Вот это да. Привет, Кока-кола. Привет, Кока-кола, да. Здесь концерт. Да, люди в снежки играют. С Новым годом, Рождеством, да, на почве. Снег убирают. Автобусы такие запорошенные стоят. Самое главное, что... А, смотри, там мороз едет на Жуке. Где? Вот, перед Кока-колой. А, кстати, да, да, да. А вот эта снегочистилка там... Какой там мусор или подарки везет? Не знаю, непонятно, тяжело себе. Здесь круто, зима вообще. Нефтяные вышки стоят, смотри. Нефтегазовое месторождение. Добыча нефти для нефти. Красота. Самая популярная вертушка. Видимо сломалась, потому что сзади нет лопастей. Лопасти одной нет. Какие-то мародеры оторвались. Здесь, смотри, опять олени и чукчи. Причем, кто чем занят, да? Кто добывает нефть. А чукчи, нормальные люди живут, не могут строить. Строят дом. Строят фигуамы, да, олени разводят. СМИ-8 как в лопасти отрывают. Представляешь, там реально в вагонах люди сидят. Это вообще круто. Чувак, чувак, чувак. Дальний Восток, гордость России. И тут такая движуха. ДПС, да, все стоит четко. КамАЗы тащат грузы. Обалдеть. Здесь тоже он едет. Левее возьмет. Бетон мешал? Да. Да. Прикольно. Здесь тоже он едет. Причем строители строят. Вон опять женива. И вон, кстати, печалька. Вон тройки сломались. Ой, даже грузовик задавился. Не знаю, помочь им или не помочь. Интересно, что будет. Минский город. Гаршан, Гаршан. Жалко, не видно кадр ближе к туннелю. Что? То есть там ребята машину либо моют, либо тратят на боку. Гаражер? И один гаражер. А, видно, видно. Ага. Четкий гаражный кооператив. И там, кстати, вон сторож валяется. В этом гаражном кооперативе. Возле будки. Нет, чувак на грузовике не помог, уехал просто. Видимо, у него запчасти не было. Видимо, не было запчасти. А реально, да, гаражный кооператив, вон, тачка на боку. Вот если еще посмотреть, то паровозики мыться могут. Вот мойка для паровоза. Да, кстати, вон мойка для паровоза. Внизу второго поехали. Электровоз, трактора везет и трубы. Потрясающе. И еще какая-то выставка. Тоже Дальний Восток. А, это перегон автомобилей, это барыги. Смотри, авто под заказ, предпродажная подготовка. Автомобиль с пробегом изготовления нестандартных и ремонт плавающих саленблоков. Вообще круто, блин, я не знаю, здесь, наверное, не видно будет. Обалденно. Вообще, вообще красота. Реально, автомобильные барыги. Удаление вмятина, без покраски кузова. Авторынок, офигеть. Вот так оно все и там и происходит. Прикольно. Ворота Цесаревича, смотри. Супер. Супер. Тут велогонки. Торт де Франс. Ну, тяжело сказать. Да, да, да. Причем, смотри, кто-то не доехал. Тут заваруха. Блин, Кашонка, посмотри, вот у нас чуть-чуть справа. Система залпового огня крат. Ага. И там гусянки ставят. А здесь у нас БМД-3. Ребята тоже комплектуют их по ходу дела. То есть все кипит. А кто-то спит. Смотри, халявит в кузове. А смотри, в натуре вот десантники стоят. Десантники, да, да, да. Смотри, вот поворотный круг, кстати, вот депо железнодорожное. Оп, поворачивается. Причем, Василий Павлович, как и на любом производстве, здесь какой-то косяк. Кто-то упал с крана или что-то такое. Скорые приехали. А, такой, блин. Да, да, да. Смотри, вон там целый вагон валяется на боку. А, о, о, не вижу нифига. А он еще один вечер с опалотиком поедет. Да, 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 здесь целый локомотив, да, вообще упал. Причем он упал на этот самый наборный дом. Навигал. Но вообще суровая суровость. Туда, как бы. Смотри, что ты мешаешь. Крули не насят. Здесь, смотри, вот этого несут уже. Причем, смотри, полиция приехала. Сразу все, чё, как, чё, кого, чё, куда, кого. Дознаватели. Дознаватели, да, кого принять. На Жигули, да. На Жигули, да. Блин, вообще прям просто. Короче, все как в жизни. Вообще, мало здорово. Реально все как в жизни. Нам, в принципе, немножко осталось. Наступает вновь ночь. О, смотри, трофе райд. Где? А, вот. А, вот джиперы. Джиперы в ночи собираются. Вот здесь тоже. Кимберлитовая трубка. Кимберлитовая трубка. Алмазы добывают, да. Вон карьер, кстати. Ночная карьер, там дела, смотри, стоит. Обалдеть. Надо вот сюда зайти. Ночью даже все происходит. Нет, ночью вообще потрясающе красиво. Ммм. Ммм. Вообще класс, класс, класс. Ммм, смотри. Василий Павлович, мне кажется, здесь ваши коллеги работают по НИИ. Да, я не сомневаюсь в этом. На подводных лодках используется солнечная гриба? Используется. В некоторых используется. Ты начинаешь разглашать тайну военную? Нет. Просто это известно всем. Смотри, киностудия. Нормально. Причем видно, что буржуи понаехали в киностудию. Какой-то старенький Порч везут на прицепе, да, на съемке? Да. Там Порше стоит, Мерседес стоит, Ауди, Ауди, Ауди. Еще один Мерседес. Да ты посмотри. Не, подожди, какая-то звезда выходит из этого самого, из крылечка. А тут вообще герст паркетского периода. Там движуха паровозная такая, смотри. Вообще обалдеть. Блинский. Вон смотри. А там снимают... Это... Там какой-то вообще исторический фильм. Да. Все старое. А следующая площадка снимается про пауков. Про спайдерменов, человека, пауков. Да, он там смотрел вообще далеко-далеко. Вон там граф Дракула дальше идет, смотри. Ага. И причем, видишь там, павильон 1, павильон 2, а там вообще целая война снимается. Прикольно. Какая-то избушка такая. Реальная жесть такая. Ну это, наверное, господи, как здесь, снимают? Как здесь снимают? Ну все, про декорации, павильоны, так и снимают. Офигеть. Слушай, я не думал, что они тут киностудию сделают. Реально круто. Тир. Тир, да. Тир, и вот опять буржуи отдыхают. Все, все, тир. Интересно. Колесо обозрения. Смотри, пожалуйста. Здесь кнопки здесь добиваются. И к чему связано? Посмотрите. Паровозик. Почему даже колеса, смотри, скучу. Вообще шикарно. Вообще, да? Почему такие вагончики грязные, протекают? Нет, ты подожди, далеко не уходи. Смотри, черелы. Ооо. Вон, вон. Видите? Ага, вижу, да. В пещере с пилеологи. Вижу, да. Что-то делают. Что там у них в пещере даже? Даже что-то светится у них там, смотри. Вообще красота. Ааа, ты посмотри. Я не хочу только что учиться. И такое же ведь реально бывает в жизни. Да, да, да. Ребята, уникальная история. Смотрите. Гаражи рядом, наперед. Смотри. У кого что? У кого мотоцикл? У кого москвич? А у кого, да, да, двухэтажный гараж сделать. Причем выкопано вниз, чтобы не палиться. Тут вообще смотри какая синячка, изба синячка. Ну, я даже не берусь сказать, что в этом гараже происходит. А что там? Что там происходит, Василий Павлович? Не знаю. Что-то явное происходит. Место встречи изменить нельзя. Возможно. Смотри, здесь вот самолеты. Это не самолеты, это аэропланы. Нет, это аэропланы, правильно. Так они запускают, ребята запускают их. А, ну да. Тут подвозят. А, вот подвозят, собирают. Да, да, да. А вот собирают. Смотри, а тут чисто случайно мост развалился. Ну, это Россия, да? Да. А это что происходит? Смотри, локомотив валяется. А это что такое? А, это чувака с тарзанки спрыгнули или что они? Бэджджань. Нет, не Бэджджань. Как же они называются-то? Слушай, ну я не понимаю. Смотри, развалился мост, паровоз валяется, я понимаю. Это было давно. А, дело все в том, что видишь вот эти вот люди, которые сверху. Они не производят впечатление людей, которые заботятся вот о том человеке. Да. И нам пофиг просто с рукожопой. Рукожопой, да. Смотри. Урал, стальное сердце России. А, вот здесь вот деревенчины тюки складываются. Где-где-где-где-где? Ага. Ага. Пригольно. В лесу. И такие суровые уральские гаражи. Реально суровые уральские гаражи. Прям три колеса. Покрышки. Покрышки. Да. Покрышки. Это уже три тички. Они прям видишь, шредер, короче. Вот такие вот кубы и на комбинат металлургический. Представляешь? Гаражники зарабатывают на Урале. Да. Опять люди, короче, отдыхают, так сказать. Да. Здесь, походу, видишь, карьера вот этой железной руды. Наверное. Ну да, что точно такое похожее. Вот, смотри. Что-то жиги валяются, смотри. Волга двадцать первая. Кружавая. Угу. Остатки вон там. Ось. Ось, да. Чувак что-то рисует на заборе. Мама анархия. Удивительные стали. Чувак рисует мама анархия. Потрясающе. О, русские медведи. О, и причем этим-то все равно... А, нет, не все равно. Вот этот на дерево лезет. А, они на дерево лезут, да. Двое офигевшие, один на дерево лезет. Грибники, да, раскидывали. Да, и причем здесь опасно, потому что медведь ты видишь с медвежатами и с медведицей пришел по этой встрече в лесу. Встреча в лесу, да, называют. Такая недобрая встреча. Где? За Уралье. Работа не у волка. Отлично, смотри. Да, экспозиция называется. Работа не у волка. Самое главное на крыше. Так и есть. Так и есть, смотри. Это было круто. Нифига. Вася, ну ты все, ты реально, ты каскадер. Вон так вот. Вон так вот. Маленькие человеческие радости. Ну че. Блин, это вообще просто шикарно. Ты понимаешь, сколько туда всех трудов вложено. То есть, это настолько круто. Там такие макеты. И заметь, путешествия по России, по всей России буквально за час. Ну за несколько часов хотя бы обошли это все, это просто вообще. Представляешь, сколько труда люди в это вложили. То есть, там такие миниатюры. Там и домики горят, и паровозики ездят, и пожарники. Там вообще пожарники вообще. Поворотники включают. Да, поворотники включают. Пригодился бы. Ну ладно, поехали искать бампер на Субару. Поехали. Надо было взять Котофея. Только дворники не включай, ладно? Никакой дворники погода улучшилась. Ну, это же Питер, детка. Это и Питер, детка, все типично. Ну что? Ключей нет. Давай, Георгий. Давай пойми меня. Ура! Куда поедем за бампером? Я знаю парочку мест. Так что поехали. Дорогу покажешь? Дорогу покажу, да. Главное не спешить. Я успокоен. Ё-моё.